Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Бонжур, как говорят во Франции, шалом, ботертов, доброго ранку, люби друзья, как говорят в Украине. И мы продолжаем изучать книгу Хафецкаима, книгу, которая и называется «Хафецкаим», «Жаждущий жизни». То есть мы изучаем книгу «Жаждущий жизни». Кто у нас жаждет жизни настоящей, кто хочет видеть в жизни только добро, так сказал нам царь Давид. Говорить обман. Сур мира, отодвинься от зла, ваосетов, и делай добро. Бакеш шалом, проси, гони за миром. Нет, Бакеш шалом – это проси мир, вратвеу, и гони за миром. Все. Теперь мы изучаем, как это делать конкретно. Изучаем книгу Хафецкаима «Законы злоязычия». «Законы злоязычия». И мы дошли до того, первое, да, например, что если тебя очень просят сказать лошонара, не говори. И даже если тебя просят, даже если тебя просят родители или раввин, тоже не говори. То есть нельзя. Прямо так и говори. Я не буду говорить лошонара и слушать не буду лошонара. Бог запретил, Бог важнее всех. Теперь седьмая заповедь говорит Хафецкаим так. Например, сидит человек между людьми… Сейчас, секундочку. Значит, шестая заповедь. Шестая заповедь говорит Хафецкаим так, что если вдруг тебя, вот ситуация, ты работаешь на каких-то людей. Хозяин магазина нанял продавца. И этот хозяин магазина, он такой прям лошонарщик вообще, прям конкретный. Злоязычник. И он каждый раз, когда выходит какой-нибудь покупатель из магазина, особенно если покупатель не купил, он его вслед говорит на него гадости и проклинает его, и все. И этот продавец магазина, и он его пытается все время, продавца магазина, втянуть в эти разговоры. Ну, скажи, какая она там, это некрасивая, там, глупая и так далее. Что делает продавцу магазина? Если продавец магазина, он не будет участвовать в его злоязычии, то он может потерять работу, у него будет финансовый убыток. Говорит Хафецкаим, запрещено, запрещено даже под угрозой финансовой потери нарушать эту заповедь злоязычия. То есть, ты можешь думать, что ты, например, зависишь от этого человека в зарплате, но по факту это ты от Бога зависишь. И в зарплате, и в здоровье, и во всем. Бог запретил, значит, ты должен уйти с этого места. Или объяснить ему, что я не могу участвовать в этих разговорах. Можно хитростью, например, сказать, я должен работать в этот момент, взять на себя какую-то работу. Можно выскочить на улицу, стекло протереть. Но даже под страхом финансовой потери нельзя участвовать в этих разговорах. Теперь дальше, седьмая заповедь. Говорит Хафецкаим. И тем более, если его посчитают из-за того, что он не участвует в злоязычии, дураком. Он говорит, пускай есть в Талмуде такая идея, что лучше человеку, чтобы назвали его дураком всю жизнь, но не быть злодеем хотя бы одно мгновение перед Богом. Так говорит Талмуд нам лучше. И дальше, вот сейчас я хотел сегодня остановиться на одном очень таком принципе, который здесь упоминает Хафецкаим. Дальше пишет Хафецкаим так. Он говорит, если ему это тяжело очень, если ему тяжело, там, его из одного магазина он ушел с работы, потерял работу. С другого магазина он тоже сказали, ну, дурак какой-то, не хочет никого позорить, не хочет никого, никого не хочет позорить, не хочет никому делать замечания. Значит, со второго его уволили. Так говорит Хафецкаим. И отлично. Есть такой принцип, это сформулировано в Пертеавод. Липум цара агра. Чем больше страдания, тем больше награда. И добавляет он, есть такой, а вот Дераби Натан, это еще одна такая, в Устной Торе есть такая книга известная. Кипа махат бе цар, киме помим шило бе цар. И он наформулирует принцип, что один раз, один раз человек выполняет заповедь в страдании, это как много раз без страдания. Понятно, да? Значит, и дальше он разъясняет, как это работает именно в лошонара. В лошонара это работает так, в злоязыче. Что каждое мгновение и мгновение, когда человек закрывает свой рот и не говорит лошонара, когда он хотел сказать, не говорит злоязыче или сплетню, каждый раз он удостаивается скрытого света, что никакой ангел не может получить такой свет. То есть это какой-то сверхсвет от Всевышнего. Теперь давайте разберемся, как работает этот принцип, чем больше страданий, тем больше награда. Получается, сейчас, получается такая интересная вещь. Вот, например, мы с вами сидим сейчас, изучаем, изучаем законы, законы Торы. Это законы Торы, изучаем божественные законы. Значит, если человек сидит, например, сейчас изучает законы, и он сидит, ему удобно, он одновременно кушает, пьет, там, я не знаю, какой-то напиток очень вкусный. И ему отскути он изучает Тору, то есть он думает, ну, интересно, что-то, может, что-то интересное для себя услышал. Это одно. Другое совсем, это когда человек, ему снизу сигналят, сзади сигналят, он, значит, там куда-то опаздывает, он отложил миллион разных дел. И он говорит, секундочку, для меня изучение Торы важнее, чем все остальное. Это совсем другое изучение Торы. Даже с точки зрения психологии, человек, когда у него есть к чему-то большая мотивация, он намного лучше запоминает и намного быстрее обучается. Это я как специалист говорю, что когда человек что-то начинает изучать, и у него есть сильная внутренняя мотивация, это называется доминанта в мозге, то он как раз, туда идет энергия, и у него прям быстрее он запоминает. Теперь, ну, это же духовные законы, почему, как работает в духовных законах Липумца Раагра. Значит, если мы посмотрим на всех вот таких вот имена, там, праведников, чудотворцев, которые делают чудеса и так далее, мы увидим, что они преодолевали максимальные, максимальные сложности в своем вот этом духовном развитии. Например, была такая практика во времена вот хасидов, когда они, значит, во времена хасидов, которые начинали только Бальшемтов, его ученики, у них была, например, такая практика добровольное изгнание. Они уходили в добровольное изгнание, то есть они больше одного дня не ночевали в одном месте, питались они только подаяниями, хотя это были великие мудрецы Торы, там, они были настолько, ну, в совершенно, ну, невероятной близости ко Всевышнему, но они хотели вот почувствовать вот то, что чувствовали сыны Израиля, народ Израиля, когда выходили из Едипта. Они, когда выходили из Едипта, вот эта вот ночь, когда они уходили в пустыню, неизвестно в куда, в неизвестность, когда они каждый день, даст Бог день, даст Бог пищу, 40 лет в пустыне, каждый день выпадал ман, а на субботу выпадала двойная доза мана, и они каждый день 40 лет, они не знали, что они будут кушать завтра, и, значит, Бог их приучал, что не хлебом единым жив человек, а всем, что выходит от Всевышнего. То есть, когда ты сидишь в доме, когда ты пытаешься свою жизнь обезопасить, там, вот эти все, знаете, как два еврея сидят, один другому говорит, слушай, говорит, вот я всю жизнь копил на черный день, и у меня столько скопилось, говорит, когда уже он наступит, я уже старый, уже не знаю, что с деньгами делать, то есть, копил на черный день, а он все никак не наступил. И вот так вот человек всю жизнь он копит, опасается этого черного дня, там, а потом бах, наступает какая-то катаклизм, или он, не дай бог, умирает, и все, и куда он копил это все, понимаете. У меня бабушка всю жизнь собирала деньги, всю жизнь работала, угробила здоровье, сидела в подвале, шила эти шапки, и откладывала, откладывала, откладывала деньги, потом бах, Советский Союз распадается, инфляция, и она теряет все свои сбережения. Это же было. А всю жизнь копила, здоровье потеряла, чтобы деньги накопить. Значит, так вот, они специально, чтобы себя приучить, что все от Всевышнего, они себя ставили в условия, когда ты не знаешь, что с тобой будет через одну минуту. И, да, всем здрасте, Раиса Васильевна, значит, была очень-очень интересная одна история, было два хатсидских таких праведника. Одного звали Эли Мелых, а второго звали Рэбзуси. И вот Рэбзуси и Эли Мелых отправились в такое добровольное изгнание, и они ходили по местечкам, пешком, не знали, что будут кушать, где будут спать. И они ходили каждую ночь в новое место, каждую ночь в новое место, и все время они чувствовали вот эту вот связь со Всевышним, да, усиливали ее. И вот они приходят в одно место, приходят они в одно место, и остановились такая, на ночлег, в постоялый двор такой, да. А в этом постоялом дворе, ну, разные были постояльцы, и там бухала, выпивала компания постояльцев таких пьяных, да. И эти пьяные постояльцы напились, и смотрят, они один спал на лавке, а второй под лавкой. И эти пьяные постояльцы говорят, о, два еврея каких-то валяются, да, лежат спять. Давай их побьем? Давай. И они взяли, и, значит, побили, решили того, кто под лавкой лежит, они не заметили, а того, который на лавке, они его побили. Там рэп Зуси, по-моему, лежал сверху на лавке, и они его сильно побили. Значит, побили они его сильно, но эти, они сидят потом после этого и думают, что же Всевышний хотел нам этим показать, что он хотел нам показать Всевышний. Что-то он нам хотел, что-то они для себя поняли, у них были какие-то озарения, прозрения, и они счастливые решили спать дальше. Но тот, кто спал внизу или мелых, он говорит, слушай, Зуси, брат мой, давай я лягу теперь на лавку, тут опасное место, а ты ложись под лавку, чтобы тебя не побили. Значит, лег он на лавку, заснули они, значит, а эти продолжают пить. Пили-пили они, и тут им утром, под утро пришла идея еще раз побить. Только они решили так, что тот, кто сверху, они его уже били. Сейчас давай побьем того, кто снизу лежит под лавкой. И они вытащили Рамзуси, который теперь лежал снизу, и его второй раз побили. А Элемелла, который до этого лежал под лавкой, они его не побили. Вот, и у них такая была после этого, когда они пошли дальше, утром отправили свой путь, у них была огромная пища для размышлений. Что, представьте ситуацию, тут, вот, какие можно тут выводы сделать. То есть, ты можешь прятаться от неприятности хоть под лавку, хоть в бункер, хоть куда, но Всевышний, если он хочет, чтобы именно тебя побили, он тебя достанет. И тот вначале лежал на лавке, его побили, потом он спрятался под лавку, его второй раз побили. Почему? Потому что его должны были побить два раза. А того, у того был другой мозаль, другая у того была какая-то мозаль, это то, что судьба, которая идет человеку с неба. И вот этот вот мозаль, он определяет, но есть много других факторов определяющих. И когда ты сидишь спрятанный, изолированный от жизни, то ты перестаешь ощущать влияние этих факторов, ты перестаешь видеть, насколько все-таки Всевышний управляет миром, и ты не можешь предсказать и просчитать. То есть, человек, который сидит в закрытой комнате, ему кажется, что он может просчитать все факторы. Да, какие там факторы. Вот, закрытая комната и все. Но человек, который активно живет, и это сложнее. Когда-то был такой, ну, там, один из умных людей, он говорил, что есть пути служения Всевышнему разные. И есть путь, который называется путь монаха, когда человек уходит и прячется от жизни в монастырь, да, то есть, он как бы ставит себя в изолированную такие условия. Это называется путь монаха. Но намного сложнее служить Всевышнему, когда ты находишься в жизни, в обычной жизни. Намного сложнее служить Всевышнему, когда ты работаешь. Поэтому в Талмуде написано, что первый вопрос, который задают человеку, когда он умирает на небесном суде, «Честно ли ты вел свои дела?» «Честно ли ты вел свои дела?» Это первый вопрос. А второй вопрос, который задают, «Кова ты и Тим Литура?» «Установил ты время для изучения Торы?» «Интересовался ли ты вообще, что Бог от тебя хочет?» Если второй вопрос расшифровать. И как правильно жить, что такое хорошо, что такое плохо. В общем, мы, значит, коснулись момента принципа Торы, который звучит так. Липум цара агра. Чем больше страдания, тем больше награда. Выполнение заповедей, когда ты преодолеваешь сложности, намного сильнее, намного важнее, чем когда ты выполняешь заповеди без сложностей. И поэтому, как каждый раз, когда ты сдерживаешься от того, чтобы сказать злоязычие, то в этот момент ты выполняешь... Я по себе знаю, но так хочется, например... Мне даже больше хочется не сказать злоязычие, а мне больше хочется услышать. То есть интересно же послушать, например, какую-то сплетню. Интересно узнать, кто с тем там конфликтовал, какие у кого ситуации и так далее. Это же интересно. То есть любопытно, скажем так. Но нельзя. И ты говоришь, стоп, ничего не надо мне, никаких злоязычий, никаких слов, никаких сплетен. И все. Хорошо. Теперь, значит, мы изучили на сегодня вот такие вещи. Теперь мы сейчас находимся в преддверии... Сейчас мы находимся в преддверии... Да, вот Светлана Карачева. Чем больше страдания, тем больше награда. То есть это прямо факт такой. Ицкак Зильберзе, хроноса дикле врага, который за веру выполнял все заповеди в тюрьме, выполнял все заповеди в тюрьме, в ладерях там и так далее. И он встретился как-то потом в Израиле с Рэбами Рыбниц, Рыбниц Тирэбе, который прошел вообще всю войну, жил в лесу и ни разу в жизни он не было, чтобы он пропустил Микву. Даже зимой он окунался обязательно в речку, делал прорубь, прорубал себе и окунался каждый день в Микву, ну такой, как в живую воду, да. И вот они потом уже оказались в Израиле в 90-е годы. Рэбами из Рыбницы, он жил 99 лет, вот они сидели ночами, учили Талмуд. И Рэбе из Рыбницы ему сказал Равыцкаку, ты знаешь, говорит, таких заповедей, которые у нас были там в советское время, у нас уже никогда не будет. Это, то есть они служили Всевышнему, это называется бы миссерут нефеш, отдавая свою душу. То есть они готовы были умереть за выполнение заповедей. И понятно, что они стали вот такими настолько близкими ко Всевышнему, то есть у них настолько была вот эта внутренняя сила духовная, невероятная, что когда, я слышал историю, что у его дочки, у Равзильбера были бородавки, и он пришел попросить благословения, чтобы она выздоровела, и Рыбницы Рэбе сказал, прямо просто сказал, что вот дай ей кусочек этого тортика, дал ему там кусочек тортика медового, и у него все пройдет. И на следующее утро она встала чистая вообще, без единой бородавки. Это вот как раз, по-моему, даже есть в книге Равзильбера, «Чтобы ты остался евреем». Вот есть книга, которая, его биография, «Чтобы ты остался евреем», на русском языке есть эта книга, это вообще вот просто показывает, что такое соблюдение заповедей в миссерут нефеш, самоотдачей, и какая от этого есть потом духовная сила, поэтому с Божьей помощью. Ну, я, честно говоря, нельзя просить у Всевышнего испытаний, Бог каждому дает, каждому Бог дает испытания по его силе. Я всегда Бога прошу, в молитве не дава мне никаких испытаний, не надо мне, как, знаете, есть в Талмуде, в Талмуде есть, когда Талмуд изучает вопрос страданий, почему приходят страдания, иногда они на праведников приходят. Талмуд говорит, что есть три причины страданий. Первая причина страданий, это страдания приходят как следствие действий человека, и когда пришли страдания, ты должен проверить свои действия. Например, у меня болит поясница, потому что я неправильно сижу. Это же очевидно, да, то есть боли в пояснице, следствие неправильной, неправильной постановки во время сидения. Значит, то же самое, любое страдание, это следствие того, что ты где-то делал неправильные действия. Дальше Талмуд говорит, вторая причина, проверил свои действия, не нашел, значит, мало учил Торы. Например, если бы я проверил свои действия и сказал, ну не знаю, о чем у меня болит поясница, ну не знаю, так понятное дело, что я не знаю, мне надо, я сейчас одну книгу прочитал на эту тему, у меня просто глаза открылись, почему болит поясница. То же самое в жизни человека, если пришли страдания, и ты думаешь, ты думаешь, что ты не можешь понять, за какие действия твои пришли страдания, значит, ты не знаешь, что такое хорошо, что такое плохо, где ты нарушил волю Бога. Теперь, но есть третья причина страдания. Третья причина страдания, говорит Талмуд, называется страдание из любви. Что Бог тебя любит, и Он тебе дает страдания, чтобы увеличить твою награду. То есть, этот тип страданий есть только у праведников, которые принимают эти страдания с любовью. И тогда, вот как раз мы коснулись этого принципа, чем больше страдания, тем больше награда. Но это только в том случае, если сам человек принимает эти страдания от Всевышнего с благодарностью, с радостью, и продолжает служить Всевышнему. Тогда это можно, может быть, это страдание из любви. И там приводится пример, когда пришел один великий мудрец к другому, и тот лежал больной, страдал, и он ему говорит, ну что, тебе нравятся твои страдания? А он ему говорит, ни страдания мне не нужны, ни награда за них. И он тогда его исцелил. Да? И я поэтому всегда прошу в молитве, что не давай мне испытаний, то есть, я не выдержу, Всевышний точно знает, кому какие давать испытания. Если Бог дает человеку испытания, то у него есть возможность и понять за что, и исправить обычно. Поэтому всем удачи и успехов, чтобы с Божьей помощью было у всех в жизни много добра, много счастья, много любви, и чтобы мы реально задумались, может быть, страдание это потому, что я не знаю, как правильно жить, и я не живу правильно, и не действую правильно. И исправили это. Надо просить Всевышнего, чтобы он открыл глаза, что делать, как изменить свою жизнь. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Пока.